Вот сегодня здесь, как будто бы такой был из-за дождя, и мы не могли пойти даже на первый носик. Вот здесь получилось, что нужны руки были, я-то там не нужен, Никита что-то возился с этим, душил там, окошечек наделал, кому смотрел, а мне даже смешно, женщины где переодеваются и бывает, говорят, что мать родила, и вдруг он туда окошечек наделал, спешно даже. Плотно заколоти, что можно, одно окошко в небо, оставь, но все-таки что-то делается вперед, теперь еще там бочка, у меня есть дырявая, ты ее пускай берут и делай, другой не будет, у меня еще больше нет, остальные не самому нужно. Ну а если в эту дырявую бочку пересыпать пшеницу, я сама пересыплю, а вот эту бочку благословите на душу? Никаких, это подарок, подарок умершего крестника моего, я никогда к ним не прикоснулся, эти бочки для голубей, сразу скинь, как будто бы их не было, их даже в прошлом году меня привезли, когда моего крестника, я их не купил. Вот над выходом не было крышки, Володя сделали. Не очень хорошее покрытие, там старая рубероид, но все-таки что-то сделали. На крыше у голубей, крыша прорвана была, завернули там ее, и Володя тоже полез там, на право, видите, это все два гиги. Пошли ребята, там, о, рыжая моя, да ну, смотри, не туда, давно ты не был там. Набегалась сегодня, набегалась сегодня, говорю. На улице? Ну, она, что-то не щели здесь. Она сама пришла обратно. Я не нужен там на работе, ну, там, в первом месте, но я объехал всю деревню, предупрежден, чтобы коров туда не гоняли. Потому что под водой мы натянули проволоку, а проволока соединенная, торчит, и корова, вовремя она не видит корову, а корова-то зайдет попозже. Ей сразу в вымя воткнется, и вымя оторвет просто. Предупридел всех, по домам проехал, в батюшки заехал, ну, не знаю, будут выполнять или нет. Это все сегодняшний день, и как будто бы ничего нет, а так развернулся и даже счастливов. В этот именно день принесли счастливые, не колеческие, а заботные игры. Я сегодня, Володя, думал, почему волги отсюда перебазировались туда. Это не исключает. А не исключает почему? Потому что они чего-то боятся. А чего они боятся? Боятся того, что грозит смерти. 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 А залетать внутренне один не залетает. Я приехал, ну, было, допустим, 20 голубей, ни одного нету. Один был, и того нету. А тут лежит растерзанная, крылышки одни подлежат, и все. Кошки там нету. Все проверил, нету. Но есть один разбойник. Это грабитель, убийца, киллер непрерывный. День и ночь. День и ночь убивает все, что есть вокруг. И он пролезет в самый маленький щель. От него спастись я пока не знаю, как. Только его ловушку ставили. Ну, кора никого нет, они перелетели. И их нету. Кто знает этого зверя? Ласка? Да. Ласка. Маленькая. Она неукротимая. Она день и ночь на скейпу вылазит. Как раз, ну, шнырек. Мне отойти надо будет. Виттер Савчин там на мотоцикле застрял, пешком сейчас пришел. И вот сейчас Роман поедет. На машину загрузим и увезем. А что загрузит? Мотоцикл. Поехал на мотоцикле и застрял там в околочке. Виттер застрял? Да. На мотоцикле. А что, мотоцикл сломался? Не знаю, что-то там. А как, поднимайте леволоком? Ну, на прицеп и повезем сюда. Поднимать надо, да. А на что поднимать? А? Он не едет своим ходом. А ты-то при чем? Ну, помочь погрузить его. В машину? Да, да. В машину. В машину вам не погрузить его. Почему? Роман, Виктор, я... Поднять руками. Конечно. Сколько поднесет? А я не знаю. Нет, не поднять. Вы желатин одарвеете. Да, о чем он одарвеет? Ну, дело ваше. Я считаю, не надо. Волоком его. Потихоньку волоком дотащите. Не поднимайте. Главное, Бог. Ну, и думает. Я с головы думаю я так, а поэтому они летят. Что делать? Подождать, когда он тихнет. Она будет залазить, а там никого нету. И тогда их обратно перетащить. А они перетащиваются. Будут все время теперь туда смотреться. Главное, это зелья вылезает. Это вот на сегодня. Вот сколько доустиновых тут репей. У него корень глубокий. Я, Марийка, научился подрезать, вот такой корень вырывать. Сюда обувь репьем, увидите, если усыпал. Для себя. Это сегодняшний день. И все время сравнивать с городской жизнью. А что бы я там вел? Ничего нету. Даже в окно смотреть не буду. Ни в окно, ни в окно, ни в окно. А что там варь? Вот я варь, я на ночь. Ничего не нахожу для себя уже. Там все известно. Интересно. Мне интересно просто мест к этому. И Господь здесь не располагает. Находятся люди, которые нуждаются в нашей помощи. Это молитву в поддержке. Но это главное. И вдруг приезжает, вот Василий, лапки фамилия. У меня двородный брат, лапки Василия. Одного старше меня в прошлом году умер. Это племянник. И он с помощью приехал. О чем я не просил. И поэтому за него поблагодарить Бога. Я тоже помню. Очень расположен. Вот пришелся. И сейчас уже электричество пролевает. Видите как. Вроде день такой... Дождичком. А все благодатно. Даже в крути. Лежали они несколько лет. Я тут, я порой беру клен, и то увезли на костер. А это тоже дело. Мы так и твок подводим, чтобы быть благодарным. И наполнить вот 100 благодатностей Богу. И вот смотрю, везде были препятствия. Препятствия. Я сегодня и говорю, упал впервые. Упал. По-настоящему упал. Где за компьютером. Заснул и ахнулся на клавиатуру. Я сначала нос пощупал, думал, главное нос переломил. Прямо по-натуральному. Первый раз так. Эти дни все я встаю. Где-то там то в втором часу ночи. Одним-то не сплю. То в третьем часу. То есть организм полностью он натяг. Только присел, глаз закрыл. И главное, не смотрел телевизор, а написанное даже было. На написи сделать ролик. Ну все закрыл. Это тоже день щен знаменательный. Ресурс кончился. Вот вроде. Видимо, рекорд предупреждает. Меня так охотовало, как пеломосик. Я их планы рисую, отдаю. Решили на месте отремонтировать его. Что делать? Отремонтировать решили на месте его. На месте? Вот это самое хорошее. Ты с кем говорил? С Романом? Нет, с Виктором. А кто ремонтировать будет? Виктором. Роман, наверное, кто еще? Да ты не боишь? Нет. Так, насчет кино. Я до этого пришел. Я бы не пришел. Провенился Тараси. Ну, Тараси не идет в кино, а остальные. С Тараси мы поговорим. Он может быть другой. Возьми под ногами у тебя. Заткнешься? Вылечим. Тараси, это нехорошо вам сделать, но капу вязать с этим. Со звонком-то. Наказание должно быть адекватное. Он позвонил. Позвонил. А как это с кино связано? Наказание обязательно должно быть. Звонок. И звонок употребляется у нас только для собрания есть. Вот с едой оно может быть связано. И мы сейчас его спросим. Завтра утром без первого. Ты согласен, Астасия? Не, не знаю. Ну, ладно. А? Согласен. Ну, вот вопрос решился. А так наказание какое? Неправильно он сделал? Знал, что нельзя к звонку не подходить. Звонок на еду. И поэтому нужно обязательно наказание связать с едой, а не с кино. Это неправильно. Почему действует, когда я делаю какое-то замещание, наказание? Именно с этим. С едой связан труд. Не хочешь оттуриться? Не ешь. И они посоветовали, уже ищут работу, сами подходят, спрашивают, что поделали. Вот эти мои молодцы. Видите, мы разрешили все вопросы. Думаешь, что показать? Может показать президенту его внучки? Да, даже я услышал. Вот к этому отроку надо теперь. Он разбирается в технике. И я привез сюда компьютер, и там еще что-то не так. И что интересно. Вот когда у меня не включалось в прошлом году, никто мне не показал, что показал Василий. Четыре операции нужно делать. Четыре операции нужно делать. Включаю, доступ, потом нажать, и нет. А там оказывается, нужно внизу, я не знаю, что за систему открутить, выскакивает слева там, в нее надо открутить, и тогда открывается. И там есть кнопочка нажать, отключить. Четыре-две секунды пройдет, включить. И тогда она включается. Сам-то должен отключить, а чего я понятия не имею. И включить. Тут еще понятно. Почему мне кто-то не показал, Василий показал. Василий, я каждое утро этой системой четыре переключения делаю. Вы знаете, что такое переключитель? Один, два. Когда я занимался житьями святых, и мне надо было перевести, дядю брать, и ее там такое, что-то делать. И я посмотрел, у меня переключение получилось, сколько-то, несколько сот тысяч. Это невероятно. И когда приходят, узнают, а как вы это делали, вручную? Вручную, так, наверное, какое-то есть, там, какое-то. Я знаю, на эщи, если назвать, конкерл эщи. То заменить что-то, чем-то, это можно. А это никак. Е на Е не заменить. Нету, нет системы. Ты должен лично, каждую. А машина, она тебе еще и наоборот перестает. Вот бывает, человек что-то тебе сделает, а другой не делает. И он у тебя входит в это. Я говорю, Никите наказал утравить в 4.40, чтобы мне не проспать. Я очень боюсь этого. Дома у меня как, в 4.40. Никита первый всегда, мы даем молитву. А на стационаре телефон 243846, звонит мне Татьяна Капустинка. А Надежда Васильевна, у нее специальная палочка, она в стену мне колодит, а я ей в ответ живу, живую. То есть, а теперь она здесь и нету. Телефона того не касался, Никита один. Стационар там дома. Я хочу сказать, что я перед едой звонил в звонок. Ну а кто тебя указывал? Перед едой. Так, вовремя звонили, да, Рыши? Вовремя. Задать, ты на обстановку меня. Ему Володя сказал не трогать звонок. Он ему сказал. Он говорил дядя Володя так? Да, Градий Володя. Дело в том, что прежде чем сестры приготовились, кто-то из них уже звонил. То есть, ему сказали не трогать, я подошел, сказал не трогать, раз еще не готов пока. Ну, какой волшебный звоночек. Там кто-то уже, наверное, присел на звоночек, чтобы нарушить его. Там может быть какой-нибудь зловредный микроб. Он в руки взял, сел на скамейку, и его положи на место, положи. И только на молитву всех призвал, он подскочил и обязательно позвонил. То есть, вот так вот сделал. Так вот, Тараси, они говорят правду? Да. Ну, тогда перед обедом, если бы тебе указания дали, пальцы не мусли, не слюняк. Вот. Тогда был один вопрос. А что у тебя на руке написано? Я не знаю. Ну, кто-нибудь пускай. Run traffic. Я вообще не знаю. Я не знаю, что это. Ну, какая-то связь с машиной связана. Что у меня это написано? Run traffic. Дорожное движение. А что этот трафик у вас, гид-трафик закончился? Ну, а дальше-то нет. Движения. Разные движения. Один ходим, остановка и прочее. Я хочу все это рассказывать, чтобы научились благодарить Бога. Есть люди больные, парализованные, старые. Ну, никак не могут. А мы можем. Сейчас ягоды пойдут. Пойдет клубника. Тут можно туда грязь сходить и смородина бывает. Нужно попозже. Вот. Уже в конце. Степа. Там малина. Здесь мы на малину ходим. Дети берут клубнику, малину и приходят. И вот это прям тут же с поля и сразу с молоком. То есть это очень вкусно. Ну, вот. Сами смотрите. Ровно через 7 дней приезжает из Канады. Королеву. Очень желательно, чтобы девочки были твои здесь. А девочки будут здесь? Да. И кроме того, раз Лиза то не занимается музыкой, вот мы щитили с орёдом. Лиза, чтобы она заселась. Борьем стянули, где она играет и прочее. Вот ты помнишь, что ты играешь на высоте, и ты уязвимый. Через нозами людей уязвимый. Поэтому тебе нужна защита тройная. Ты ещё и молодая молодость твоя, и красота, и таланты, и всё это. И поэтому от злодеев от двоя не будет. Вот одна, весь модель, как она называет, есть красота. Её теперь, спустя 20-25 лет, спрашивают, как. Она говорит, все эти звания через постель идут. Все эти присвоенные. А как вы, говорит, там я, говорит, на минуты дяди не отпускал. Она талантливая, по-своему. И дядя ни на шаг ни на верни, ничего не было. Она нормально вышла замуж, нормально, жива. А эти, их расплышит, она, ну, а большие девичонки-то проще свернуть. Ну, конечно, я говорю о неверующих. Верующий может, во-первых, она себя бережёт, одна не появится, а во-вторых, может ответить так, что попятится. У нас одна знакомая была, она костеляншая работала. Знаете, что это за специальность? Постельная работала, знаете, где она? Выдаёт постель. Постель, одежду выдаёт. В гостинице. И он к ней стал, ну, она, там, уже женщина в годах так, но выглядит ещё сохранившаяся, и к ней какой-то южный сердцеед. Она говорит, гляжу, он всё-таки крутится тут, а потом гляжу, он уже начинает дымиться. Я остановилась ему и говорил, чужая жена, тесный колодец. Ничего, не русский там это, я говорю, чужая жена, тесный колодец, тебе из него не вылезти. Он попятился, больше никогда не подошёл. Ты знай, Слово Божие, там тесно, настолько тесно, ни рук не подят, ничего, тебя засосало, и всё, космическая чёрная дыра. Тебя уже никогда оттуда не выйдет. И она его посадила на место. Я говорю, у меня приходилось не раз беседовать, тут приезжают директоры. Вот вы приезжаете, отдыхаете, здесь от земля, это, ну, когда ещё потеряю по невосстанавливаемости, это и в годом приезжал Валерий Григорьевич, он был главный зоотехник, зоотехник, а потом, видимо, директор совхоза, а сейчас зоотехник главный район. Это наша земля, а вы тут приезжаете. А мы сидим, его два сына, машина тут, он приехал, никого больше нет, я один приезжал, тут восемь всё торчил. А ему нравилось. Он приезжал, и огонь горит у нас. Я говорю, Господь из земля, и что наполняет её? Псалтырик. Он опять переспросил, опять посидел, встал, ну я поехал. То есть, Слово Божие, такую силу имеет, что-то у неё перед глазами сверкнуло, и всё. А потом говорит, а вот в прошлый раз я приезжал, Сема, вы думали, кто? Ну, я говорю, сказали, что это ваш племянник, нет. Это из КГБ офицер. Израильный взгляд. Это был беден Александр Семёнович. Какой-то там, не приходится кем-то. Был майором. Когда меня посадили, по-другому, он стал генерал-майором в охране Герцена. Они на мне такие звёзды получили все. Я говорю, что... Ну, ещё, говорит, просто девица, отношение очень хорошее к вам. И виду даже не подал. И всё зависит от нашей верности Иисусу. Если мы... Ну, видишь, что мы без лукавства, истинно так, никогда не пойдём. На сделку. А они понимают, что если будут и другие здесь, допустим, Ну, кто-то там, когда русские отступали, то немцы были. То мы никогда на предательство не пойдём. У меня знакомый был из Баптиса Михалёвича. Михалёв. Михалёв, кажется, фамилия его. Михалёв, кажется, там. Юрий Иванович. Инженерно-аппаратурного завода. Кажется, три раза отсидел. Он из баптистов отделённых, которые гнали. Ну, а, видимо, у него в родстве мать была немка, кажется. Хорошая женщина такая. Ну, только быть христианкой православной. Она баптистка была. И вот его в Германии, там, это он, кажется, в демократической главе. И там, в своей. И вот он уехал потом туда. И они его обрабатывают вначале, чтобы он что-то сказал. Он говорит, я приехал туда не за тем, чтобы вам какие-то тайны выдавать. Я этого не знаю. Я всё не знал, я никогда не сказал. Я знаю, что такое тюрьма. Ваша-то тюрьма против нашей, это курорт. Он только приехал сюда в отпуск. Его КГБ сразу вызвали. Ой, Юрий Иванович, молодец. Как вы им ответили? То есть, всё то ли меняется опытом, то ли что. Я и не думал вам угождать. Я просто христианин, говорит, я этого не могу. Когда его судили, и он такое сказал ему, последнее, заключительное слово, давали. И говорят, войну были так, собак брали, их не кормили. А кормить, когда заводят танк. И там зовёт его хозяинка, и она подбегает под танк. Ну и постепенно превращает, если танк завещал, она же вместится под танк, надо там кормить. Ей голодные держат. Но на них навешивают противотанковые мины. Собак собрали, тысячи собак. Немцы как огня их боялись. Ну и, а в собаку, когда она бежит, вы, это же не человек. Их обвешивают этими взрывными устройствами. Вот вы, говорит, советских людей, это ничему не учили, а только против верующих. Обвешивали их этими агитками. Бога нет то, другое. И они идут и подрываются теперь. Замолчат, ну-то я всё сказал. Ответы. И будто бы однажды он ехал, дорога, и одна женщина, цыганка, она отгадывала людям. Три вопроса. Три вопроса. Какой там сдух. Ну, кто что загадает? Что загадает? А, отгадательный обвинец, что у меня в кармане лежит? Вот. Ну, она говорит, что у тебя в кармане лежит? Платочек. Деньги лежат. Два двадцатика и один рубль. У тебя больше ничего, говорит, там, где ты прорванная дырка. Ну, людям показывают. Другой загадал. Ну, он тоже взял, загадал. Она руку берёт, посмотрела, ему там линии, как сходятся, расходятся. Хероман-то. Потом вот так руку у него бросил, ещё захотел. И сразу легла, и больше не стало. А теперь уже я с ней никто не разговариваю. А, тогда Данила, ну, что ты так мог сказать? Она весь день тут хорошее дело делала, а ты, где он так интересно было. Он говорит, а пусть она скажет. Пусть. Её спрашивают, она даже не проглотила язык. Ну, тогда он и говорит, я первый вопрос задал. Какой силой ты это делаешь? Кто дал тебе эту власть? Ну, ну, она должна поответить. Вы сейчас задайте. Она не отвечает. Она должна ответить от сатаны. Дьявол дал мне эту власть. Дай-ка. Тихо, не шевелись. Вот она. Всё. Вот так с ними расправляться надо, как щеклосит. Чуть-чуть. Чтоб она не топталась. У нас нервы нельзя. Ваня, только чтобы она это не играет. Всё. Всё. Это хорошая хлопушка. Вот. Вот этой стороной бьют. Вот здесь же заднюю. Они не понимают этого. Вот где она отдельными листиками, а здесь она свёрнутая. Видно, вот она как. Вот этой бить. Не надо, чтобы она такая широкая и была. Вот так вот. Нет, обязательно сомнутой этой стороной. Притом все одинаково. Видно, что на этой стороне, тут уже от неё от мухи кишки висят. Он обязательно её схватит. Только что не оближет. Вот я говорю, а ты всё равно не упадёт. И так он ей вопрос задаёт. Что, какой-то второй вопрос тоже касался этой тёмной стороны. И что её ждёт за это? Что она знает, этот талант, который она даёт другу? Она не отвечает. Он тогда отвечал. Внука вещая. Написано, волшебника истреби. Она волшебство истреби. Вот и всё. То есть свидетельство, это в советское время. Ну, это чего-то стоило. Он инженер такой бильный, высокого роста и друг верующий. Ну, конечно, баптист. И он у меня о ямах книгах написано даже. Он гувел где-то посмеяться. Я несу как-то ту трубку, но через стены. А он проходил мимо, он сказал, что атрибут вашей веры на резиновую трубку мою. Я говорю, нет, а через стенку электричество проводить надо. А отец на него тоже, видимо, не разно. Он ездит. Надо смотреть. Дай-ка сюда, где она сядет. Где сядет. Надо дождаться. Так, пошла. Так, посмотри, куда глядела. Ну, глядите, где она? Около Никиты, вон она. Где она? Да. Вот она. Вот она, вот она. Идайте. Летает. Вот она. Вот, давайте. Хлопайте. Подальше, я такой же делал, на стёпе, кажется, он чуть не выпал. Это как медведь, булыжникам. Как и дождаться. Пишите, кто-то налетает. Вот головой, вот она. Все боятся. Вот она. Ну, папа, все. А, ну, что? Стала. Вон она, вон она, вон она, вон она. Вон она, 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 вон она Тебя как звали? Матушка Валерия, кресик внутрь, спрячься. Это когда снаружи, это дым гуми не стало. Благодарим Тебя Христе, Боже наш, что напитал Твою изменение благами. Мне лишь тоже небесный Твой благ, но как посреди учеников пришел, Ты принес мир, так приди к нам и спаси нас. Слава Тебя, наш Господь, за все Твои милости и щедрости, за все Твои благодеяния. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебя. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Кто не дает? Чей кусочек кто не дает? Это? Да, кто там сидел. Надо узнать, кто. Коля, мы там сидим. Съел свой кусочек. Здесь наверное все еще. Нет, все рядом с Никитой. Подождите, подойдите сюда быстрее. Очень похоже, что вывелись ластащата. Да, да, щебечет. А? Щебечет, да. А, вот теперь вот и. Она залетает? Да. Забирает. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Спасибо. А пока. Продолжение следует...